Ассаламу алейкум, уважаемые дагестанцы! Меня за эту неделю многие спрашивают, что это было, имея в виду попытка наезда и запугивания на нас, общественников Дагестана, да и не только общественников, но и на депутатов Народного Собрания Республики Дагестан со стороны Депутата Государственной Думы в Российской Федерации Султана Хамзаева и его помощника, недавно назначенного главой Дагестана Сергея Олеговича Меликовым, членом общественной палаты Республики Дагестан Иоанна Иванова. Конечно же, я сам был шокирован этим фактом, так как нас, общественников, еще никто не додумался так называть, сепаратистами, лицемерами, идиотами, провокаторами и прочими нелестными эпитетами. Придется мне ответить уже публично, в специальном видеоролике, раз Султан Хамзаев не вышел со мной в прямой эфир для обсуждения этих и других вопросов, о чем я его просил, опубликовав пост в своем телеграм-канале. Я попросил и мне разъяснить, ссылаясь на основной закон нашей страны, Конституцию Российской Федерации, данную предложенную поправку. К сожалению, ни Султан Хамзаев, ни Ян Иванов почему-то не назвали фамилии этих сепаратистов и негодяев, о которых заявляли. Возникает вопрос, почему же вам снимаются видеообращения, посты, но без персональных обвинений? Зачем носить смуту? Мы, как дагестанцы с тобой, Султан, будем говорить по-дагестански прямо, и поэтому будем обращаться, я лично буду обращаться к тебе. Именно так. Ты же заявил, что ты на белое говоришь белое, на черное говоришь черное. Почему же тут, в данном случае, все так непонятно и расплывчато, без указаний персональных и конкретных фактов? Вы же, Сианам, говорите, что эта группа провокаторов-общественников разжигает ненависть между обществом и государством. А с каких это пор государство перестало быть обществом? Оно лишь часть общества, политическая ее часть. Если в твоем понимании это разное понятие, то тогда, думаю, становится все ясно. Ты же говоришь, что обсуждение и мнение дагестанцев, что мы против удаления из действующей Конституции Республики Дагестан слов о гарантии соблюдения территориальной целостности Дагестана со стороны главы Республики Дагестан, это сепаратизм. Тогда возникает уже несколько вопросов. Если это так, то какого черта это предлагается обсуждать дагестанским законодателям? Разве сепаратизм нуждается в обсуждении парламента? Далее. Почему тогда по всей стране разрешалось обсуждать поправки Конституции РФ в 2020 году? А Конституция Республики Дагестан что? С кавказским носом не вышла? Вся страна во всех министерствах, ведомствах, общественных палатах России обсуждала поправки в Конституцию России. Может их всех на Колумбу или в Солнечный Магадан надо отправить? И действовать так жестко и карательно, как ты говоришь. Получается призываешь еще и к террору граждан. Ты случайно не увлекся, султан? Кому козыря в руки кидаешь? Ты об этом подумал? Ведь было и большое количество людей, которые возражали против некоторых поправок Конституции Российской Федерации, когда их предлагал президент на обсуждение. На них вы тоже со своим помощником Яном Ивановым предлагаете натравить специальные службы? Лавры руководителя НКВД Ежова покоя не дают? Для Ежова, напомню, все это очень печально кончилось. Также хочу спросить, а как же эти статьи 75 и 77 Конституции Республики Дагестан, где ранее Госсовет Дагестана, потом президент Дагестана и после глава Дагестана клянется Конституции Республики Дагестан сохранять единственную территориальную целостность Республики Дагестан? Столько лет с 94 года продержалась эта статья, мы даже каждый год отмечаем летом праздник День Конституции. Представители власти одевают папахи, черкески и празднуют Конституцию в Республике Дагестан, в которой присутствует сепаратическая статья, да? Как только ее прозевали, 28 лет назад Конституционный суд и прокуратура России куда смотрели? А что тогда будем делать с теми депутатами, которые тогда ее приняли? Их тоже вы сяном, сепаратисты, припишите и на Колыму, да? Нам говорят, что это связано с изменениями в Конституции Российской Федерации. Президент России теперь является гарантом территориальной целостности субъекта Федерации. Но мы посмотрели статью Конституции в 80-ю Российской Федерации, и там четко написано, что президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации «Прав и свобод человека и гражданина». В установленном в Конституции Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. Эти слова так и остались нетронутыми со дня ее принятия в 93-м году. Там не прописано, что он является гарантом территориальной целостности субъектов, входящих в Российскую Федерацию. А Конституция – это такой документ, который все четко и ясно прописано. Там домыслы быть не должны. Далее, поясняю яснее и ясного. Если, допустим, Дагестан отдаст Ставропольскому краю, Нагайский район, будет ли нарушена государственная целостность России? Конечно же, нет. Ни на один квадратный метр Россия не уменьшится. А будет ли в таком случае нарушена государственная целостность нашей республики Дагестан? Конечно же, да. Думаю, объяснил я это вам логично. Также сообщаю, что эти, на ваш взгляд, сепаратические статьи присутствуют и во многих других республиках нашей Российской Федерации. В частности, в статье 94 Конституции Республики Татарстан, где президент Республики Татарстан обеспечивает права и свободы граждан Республики Татарстан. Суверенитет Республики Татарстан, общественную безопасность и территориальную целостность республики, то есть абсолютно идентично, как у нас в Дагестанской Конституции. Прошу заметить, президент Республики Татарстан, хотя везде главы республик. Татарстан тоже может с высокой трибуны Государственной Думы Российской Федерации обвинить в сепаратизме. Но очень хотел бы посмотреть на это твое выступление, султан. Президент Татарстана, кстати, жив и здоров. Он вчера с папой Римским в Бахрее не встречался, но не на Колыме. Далее, выразили дагестанцев и твои слова, султан, о том, что эти люди, которые папахи на себя напялили, вчера обеляли тех, кто грабил республику, а теперь корчат из себя мужиков. А некоторые журналисты обвинили, что они обслуживают коррупционеров и убийц. Хочу опять уточнить. Папахи среди нас с красными щеками. По данным поправкам выступал только уважаемый президент фонда имени Имама Шамиля, 71-летний Алиасап Магомедович Хархачаев, мой коллега. Я правильно понял, что эти слова сказаны были в его адрес? Если да, то это вообще ни в какие рамки. Задевать Аксакала и тем более его папаху горца – это прямое оскорбление. Если ты не в курсе, я уже не говорю, что это прямое оскорбление самому фонду имени Имама Шамиля. Ты, наверное, должен понимать, к чему это может привести. Вряд ли наши горцы эти твои слова поймут. Ну а журналисты, наверное, поинтересуются у прокуратуры. Об обслуживании некоторыми журналистами, каких нацистов, шовинистов, коррупционеров и убийц – речь в твоем видеобращении, султан. Видимо, ты как депутат в курсе о этих преступлениях, но в курсе ли об этом прокуратура? Я считаю, что тут должно быть прокурорское реагирование на заявление о преступлении, которое озвучил ты, депутат Государственной Думы, султан Хамзайев. Ты, султан, предложил поднять свою пятую точку взрослым горцам, а именно нам, взрослым общественникам. Тогда собрались которые на обращение к главе Республики Дагестана депутатам Народного Собрания. Я даже озвучил это обращение. Самому молодому из нас было под 50 лет, а старшему 80. Ты нам предложил идти на фронт? Я не совсем понял. Это сейчас так модно стало среди вас, молодых людей, отправлять на фронт стариков, а самим делать громкие заявления с трибун и получать грамоты. Вы сами почему не на фронте? У вас и возраст позволяет, и здоровье у вас так и прет. Ты, султан, главу Республики Дагестана Сергея Альюновича, братом называешь, первого заместителя председателя Совета Федерации Турчака Андрея Анатольевича тоже братом называешь, а вот им помочь и пойти на фронт со своей командой почему-то не идешь. Вот твой коллега, депутат Государственной Думы Адам Делимханов, говорит, брат Рамзану Ахматовичу Кадырову из самого начала на фронте воюет. И на самом тяжелом участке, кстати, в Мариуполе воевал. Слова у него не для проформы ради были сказаны. Ты же, султан, как ты не по-братски поступаешь с Сергеем Алимовичем и Турчаком? Или ты признаешь, что наши депутаты Госдумы получаются слабее духом? Да ты же еще и моложе на 13 лет, чем Адам Делимханов. Тебе даже и легче получается, чем ему воевать на фронте. Вот Шамиль Абулаев, к нему Сергей Алимович обратился, и он пошел добровольцем. Получается, он брат. Но не ты и твоя команда помощников, которые только и могут, как грамоты получать и всякие другие благодарности, не идя на фронт. Кстати, твой помощник Иоанн Иванов, который так любит Россию и ее целостность, делает иногда громкие, вообще абсурдные заявления. Но почему, когда угрожает опасность целостности нашей общей страны, России, он, как ярый патриот, не на фронте? Не хватило просто чуть-чуть проверить информацию, и вот что всплывает. Он заявил, что в Дагестане живет с 2014 года. Сам же он родился в Москве в 1996 году. Так получается, что он прописался в Хаса-Юрте. По моей информации, у твоего двойного брата, султан, и адрес знаем. Возникает логичный вопрос. А не для того ли, чтобы в 18 лет Яна Иванова не забрали в армию, он прописался у нас в Дагестане, аккурат к 18 годам. И чтобы он не отдал долг родине. А? Угадал? Тогда, если это так, то ты, султан, получается, помогал уклонисту. А это уже интересный поворот получается. Простой вопрос, султан. Служил ли в армии Ян Иванов? Если да, то где и в каких войсках? Вся страна знает, что тогда в армию в Дагестане вообще забирали мизер. Да и найти его в Хаса-Юрте даже на Волахте судья не смог, отправляя в повестку суд по делу его потасовки с женщиной в магазине. В повестке суда по материалам дела отправлялись в два адреса Яна Иванова, но нигде его не нашли. Вот Сергей Алимович Иванова нашел. Ведь громад уже вручали, а не повестку судного лака в качестве обвиняемого. Вот так вот странные у нас сейчас модные патриоты появились. Других на фронт, а сами даже в мирное время армии не служат всего лишь год. Одни гробы встречают из специальной военной операции, а другие праздные речи толкают и в сепаратизме уважаемых людей обвиняют, которые не год, а два отдали родине и в 99-м году в кустах не прятались, а помогали Дагестану. Более того, вы еще заявляете, что этими заявлениями группы общественников воспользовались украинские боты и паблики. Хочу заявить, что именно эти ваши провокационные высказывания в адрес общественников, которые имеют нормальные рабочие взаимоотношения с органами государственной власти, республики Дагестан, входят в общественные советы, министерства, ведомств, общественную палату республики. Именно вы вносите расколы между органами государственной власти и гражданским обществом. Это нелегкое для нашей страны время. Напомню, именно одним из трех приоритетов при вступлении в должность главы нашей республики Сергея Алимовича Меликова была обратная связь со всеми слоями общества. И что же вы делаете в ответ? Торпедируйте этот приоритет нашего главы Сергея Алимовича Меликова. На чумельницу вы льете воду, господа. Люди из министерств, ведомств Дагестана просто были, мягко сказать, удивлены, а вернее шокированы обвинению в сепаратизме и прочих эпитетах общественников, которые почему-то не назвали персонально. А попытки наезда и запугивания депутатов Народного собрания – это вообще нонсенс. Так открыто запугивать депутатов нашего республиканского парламента никто не смел. Ты, султан, именно ты, как депутат Госдумы, фактически даешь лишний раз поводу властям той же Украины обвинять в фактическом терроре общественников и региональных депутатов со стороны Федеральной Государственной Думы Российской Федерации. Как голосовать и что будет, если они не так проголосуют? Напоминаю, если ты не знал, сообщу, что мы руководители общественных организаций, чья деятельность у некоторых из нас больше, чем лет твоим помощникам – это как мост между властью и народом. А именно вы, как украинские террористы, захотели взорвать Крымский мост, взрываете мост между нами, общественниками, и государственной властью в Дагестане и даже России, приравнивая наших общественников с сепаратистам и прочим лицемерам. Но Крымский мост устоял и восстанавливается сейчас под контролем заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Уверен, что и наш мост устоял, так как наши благие дела во благо республики и народов Дагестана известны и нашим руководителям, и правительству Дагестана. А эти наши дела сильнее и прочнее, чем вы об этом думаете, султан Иян. Со своей стороны, еще раз предлагаю, если у вас, Ян, есть какие-то вопросы к нам, давайте проведем у нас в общественной палате Дагестана обсуждение данной темы. Мы готовы выслушать все ваши претензии. А если у вас уже нет претензий, то хотя бы услышать ваши слова сожаления о том, что случился такой поворот из-за неосторожно сказанных вами слов. Мы-то реально ваши слова всерьез не воспринимали, так как мы же реально не идиоты или какие-то сепаратисты. Мы просто хорошо образованные люди и всегда великодушны к молодым, так как молодые обречены совершать ошибки, пока не наберут своего жизненного опыта. Зла в таких случаях мы не держим. Спасибо за внимание. С уважением ко всем. Председатель Коалиционного совета НКО Республики Дагестан, член общественной палаты Шармель Хадулаев.